Пожарный надзор вас беспокоит. Именно с этой фразы обычно начинается беседа сотрудника МЧС с местными жителями. Они напоминают основные правила техники безопасности, а также вручают специальные памятки. Мы хотели бы вам вручить памятки о соблюдении требований пожарной безопасности. Здесь изложены основные требования, которые необходимо выполнять, чтобы не случилось пожар. Обычно плановые обходы происходят по средам. В Рязанском районе всего 18 поселений, в которых 178 населенных пунктов. И в каждом нужно провести подворовый обход. По словам сотрудников пожарного надзора, люди на это реагируют правильно. Они внимательно слушают информацию и задают необходимые вопросы, если они есть. Иногда приходится и быть психологом. Многие жители районов – пенсионеры, с которыми нужно просто поговорить. Сотрудники рассказали, что уже привыкли к такому. Основная наша работа направлена на предупреждение пожаров, на работу с населением, на профилактическую работу. То есть доведение требований пожарной безопасности с целью исключения возникновения пожаров. Рейд в Дядьково приурочен к 91-й годовщине со дня образования органов пожарного надзора. Сельское поселение не выбирали специально, просто пришла его очередь. Поэтому с утра – подворовый обход, а после – общее собрание с жителями. Люди говорят, что такие проверки идут только на пользу. «Нужно, чтобы проверяли, чтобы нас предупреждали. Обязательно. Просто у нас был инцидент, ну это давно было, у нас сгорело 4 дома подряд. То есть это надо проверять. Обязательно». Пожар, о котором говорит Елена, произошел в 2018 году. В огне погибла пенсионерка. Жители двух других квартир успели эвакуироваться. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. К сожалению, это не единичный случай в Рязанском районе. Поэтому собрание с жильцами призвано еще раз напомнить об осторожном обращении с открытым огнем и электроприборами. Глава администрации Дядьковского сельского поселения Алексей Шибаев рассказал, что подобные мероприятия проводятся с жителями постоянно. Особенно весной, когда начинается пал травы. «У нас создана добровольная пожарная дружина. Она незначительная, в составе трех человек, но которые регулярно выезжают на палы сухой травы. У нас есть мото-помпы, ранцы шанцевые, есть хлопуши, которые, кстати, очень эффективны в тушении данных пожаров». Михаил Шибаев – начальник дружины. Он принимал участие в тушении половины пожаров в поселении. А с большим количеством собраний и рейдов Пошнадзора количество пожаров удалось сократить. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.